Добрый вечер! Имеет ли значение, что после развода у меня и у ребенка осталась фамилия бывшего мужа? Пока он лежит в ПНД, но не хотелось бы, чтобы он хоть как-то опять появился в нашей жизни или не париться насчет фамилии? Как вообще определять, подходит фамилия или не подходит? Что это такое фамилия? Фамилия обозначает род людей. Вот, допустим, такой род. Королева Виктория. У них же есть фамилия какая-то там английская? Так вот, сейчас посмотрим. Королева Виктория, фамилия. Фамилия королевы Виктории. Так, Виктория Александрина. И фамилия у нее Кенская, да? Императрица Виктория Эдуарда, герцога Кенского. Ага, она Виктория Саксен-Кобург-Зальфельдской. И почему у нее так много фамилий? Из-за фельдски и так далее. Почему берут много фамилий? С чем это связано? Жило два мужчины, допустим, я и мой племянник. Вот у моего племянника все в жизни очень плохо. Он создал свою семью, и у семьи тоже все очень плохо. И вот так они жили, много у них было в роду горестей. Кого-то там забрали на войну, у кого-то там случились какие-то несчастья и так далее. А у меня наоборот. Все дети там выросли счастливыми, удачно вышли замуж и так далее. И после этого, допустим, моя дочь вышла замуж за мужчину, у которого в семье все были алкоголиками и плохо кончались. А она из семьи, где родители хорошо друг к другу относились, где достаточно много было материального благополучия. Так вот, дочь в этом случае может оставить свою фамилию, потому что такая фамилия даст ей энергию и везение нашего рода. А в случае, если она оставит эту фамилию и возьмет фамилию, допустим, своего рода, или рода того мальчика, то у нее в жизни может превратиться или произойти коллапс. Это может повлиять на то, что у нее появится желание принимать алкоголь, и судьба у них будет не очень хорошая. Поэтому в случае, если у вашего мужчины в роду были все научными сотрудниками, очень умными людьми, талантливыми, творческими людьми, не было алкоголиков и род был хороший, то можно оставить фамилию отца. В случае, если род был плохой, то тогда фамилию.